На крыльях Исра и Мираж, на крыльях ночного путешествия и вознесения пророка Мухаммада на небеса. Хвала Аллаху Господу мира, который говорит в своей священной книге, Субхана ладзи асра би абдихи лейлем минал масджиди л-харами ил-масджиди л-а-куса, Ил-масджиди л-а-куса ладзи баракна хавла, линурияху мин аятина, иннаху хуа сами уль-басыр. «Пречист тот, кто перенес ночью своего раба, чтобы показать ему некоторые из наших знамений из заповедной мечети в мечеть Ал-Акса, окрестностям которой мы даровали благословение. Воистину, он слышащий, видящий». Сора перенес ночью аят 1. «Я свидетельствую, что не божество, кроме одного Аллаха, у которого нет товарища, и свидетельствую, что Мухаммед его раб и посланник. Да благословит Аллах пророка Мухаммеда, его семейства, сподвижников и тех, кто последовал за ними искренне вплоть до Судного дня. А затем... Нет сомнений в том, что путешествие Исра и Майрадж – путешествие великих тайн, ведь это уникальное путешествие в истории человечества. Оно совершилось в честь печати пророков и посланников, и в качестве утешения и облегчения ему да благословит его Аллах и приветствует. Спустя несколько лет, за которые он и свои сподвижники испытали на себе все формы притеснения, огорчения и намеренного искажения истины. А также после того, как за несколько дней 10-го года послания он потерял своего дядю Абу Талиба, которые поддерживали его при своей жизни и свою мудрую и сострадательную жену, госпожу Хадиджу, да будет доволен ей Аллах, которая была для него крепостью и убежищем, к которому он часто прибегал при невзгодах и неудовольствиях. Горе пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, намного увеличилось после печального путешествия в Таев, которое считалось для него наисложнейшей жизненной ситуацией. В этих трудных обстоятельствах, которые он пережил из-за своих соплеменников и другого населения, посланник Аллаха да благословит его Аллах и приветствует направиться в Таев в надежде на то, что его жители ответят на его призыв, дадут ему приют и обеспечат поддержку. Однако они ответили ему наихочим образом и были намного более жесткими, чем его люди. Они натравливали на него своих рабов и детей, чтобы оскорблять его и закидывать камнями, глубоко поранив ему благословение ноги. Тогда умер ему благословение Аллах, воззвал к Аллаху, обратившись к Нему с такой трогательной мольбой, которая несет в себе все значения рабства и безволия перед властью всемогущего одного Аллаха. О, Аллах! Тебе я жалуюсь на недостаток сил и унижение среди людей. О, милосерднейший из милосердных! Ты, Господь слабых! Кому Ты верил в меня? Далекому ли, который хмурится при виде меня, или врагу, которому Ты отдал во власть мои дела? Если Ты не гниваешься на меня, то мне не о чем беспокоиться, но если Ты избавишь меня от подобного, мне будет легче. Прибегай к защите света лика Твоего, который разгоняет мрак и приводит в порядок дело мира этого и мира вечного. От того, чтобы постиг меня Твой гнев или настигла Твоя ярость, ради Тебя я буду отказываться от ненавистного Тебе, чтобы Ты был доволен мной, не тмущий и силен ни у кого, кроме Тебя. В связи с этим случившимся и за всеми этими тягостями наступило великое божественное облегчение путешествия Исра и Мирадж, в ходе которого Всевышний Аллах проинформировал своего пророка, мир ему благословение Аллаха, о сокровенных фактах и вселенных тайнах, о которых нам удалось узнать ни приближенному к Аллаху ангелу, непосланному пророка для оказания чести ему, да благословить его Аллах и приветствует, и укрепление его сердца, а также чтобы увеличить его веру, уверенность и доверие в том, что Аллах всегда его сопутствует, поддерживая его своими покровительствами и заступничествами. Как прекрасно сказал имам Аль-Бусайри, путешествовал ты ночью из одной святыни в другую, словно как пронизывающую тьму яркая полная луна, ты не перестал подниматься, пока не приобрел на расстоянии двух локов или даже ближе степень такую недостижимую. Там все пророки и посланники продвинули тебя, как господина по сравнению со слогами. Исра и Мираж — это одно из величайших чудес и знамений, которыми Аллах Всевышний наделил своего пророка, мир ему и благословение Аллаха. Во знаменовании данной памятной годовщины нам следует извлечь уроки и поучительные моменты из этого славного события. Во-первых, создание надлежащих причин не противоречит искренному упованию на Всевышнего Аллаха. Ведь Всевышний Аллах выбрал бурака. Бурак — это длинное белое животное, выше осла, ниже мула. Всевышний Аллах выбрал бурака для своего пророка, мир ему и благословение Аллаха, в качестве средства передвижения при его путешествии. Хотя Бог Всемогущий, конечно, в состоянии переносить своего пророка без какого-либо средства транспорта. Несмотря на полную уверенность пророка да благословит его Аллах и приветствует и искренне упование на Аллаха Всемогущего, но когда он, мир ему и благословение Аллаха, прибыл в Юрусалим, связал бурака, которого Бог назначил для него. Вот это знак того, что каждому мусульманину необходимо учитывать надлежащие причины. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал, затем привязали его к кольцу, используемому пророками. Комментируя этот хадис, имам Анауи говорит, в этом заключается суд принятия необходимых мер предосторожности и учита надлежащих причин, которые не противоречат факту упования на Аллаха. Во-вторых, настоящий верующий совершает только такие поступки и деяния, которые его спасут и уповаят на Аллаха с уверенностью, что его постигает, что его постигнет только то, что предписано им Аллахом. Вот это сбалансированное понимание, о котором говорится в пророческом хадисе, касающемся необходимости создания надлежащих причин, если будет наступать судний час, а в руке кого-либо из вас будет росток, то если он успеет посадить его, прежде чем час настанет, пусть сделает это. А что касается упования на Аллаха, то пророк, мир ему благословение, Аллаха сказал, если вы будете полагаться на Аллаха должным образом, то он наделит вас уделом, так же, как наделяют птиц, которые вылетают голодными и прилетают сытыми. В-третьих, братство всех пророков и посланников. Ведь их послания о религиозных основах и верованиях одинаковы, даже при различии их уставов и путей. Всевышний сказал, «Ва ма арсална мин кабелика мин расулин илля нухи илейхи аннаху ла илля ана фа'будун. Мы не посылали до тебя ни одного посланника, которому не было внушено, ни божества, кроме меня. Поклоняйте же мне». Суропророки, аят 25. Более того, постанник Аллаха да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Пророки подобны детям от одного отца и разных матерей. Матери у них разные, а религия их одна». Насчет десяти заповедей, которые содержатся в следующих словах Всевышнего Аллаха, «Кул, «Таја лу, «Атлу ма хррм ръбкум «Алликум алла тушрику бе шеја «вабилуалидейн ихсана. «Вала тقتлу оулаадкум «мин имлаак нахну нерзукукум «во ияхум». «Вала тقарабуу «الфауахш маа ظхар минха «вама ботан. «Вала тقتлуу ннафса «лати хррм Аллаху «илла билхак. «Заликум воссаакум бе «лаклакум тааклун». «Ва оуфу кейл «валмизан билксст. «Ла нуклфу нфса «илла уса'ха. «Во ия култум фаадилу «волу каан заа куруба «ваби ахдиллах оуфу. «Заликум воссаакум бе «лаклакум тазаккун. «Воанн хаза сиратий «местақима фааттаби'у «вала таттаби'у «сбул фааттфарак бе кум «заликум воссаакум бе «лаклакум таттаккун». «Скажи «Придите, и я прочету то, «что запретил вам ваш Господь. «Никого не приобщайте к нему «вса товарищи. «Делайте добро родителям. «Не убывайте своих детей, «опасаясь нищеты. «Ведь мы обеспечиваем «пропитанием вас вместе с ними «не приближать к мерзким «поступкам, «ни к очевидным, «ни к сокрытым. «Не убывайте душу, «которую Аллах запретил убивать, «если только на это у вас «право, «нет право. «Это заповедал вам Аллах, «быть может, «вы уразумеете, «не приближать к имуществу «сироты, «кроме как во благо ему, «пока он не достигнет «зрелого возраста. «Наполняйте меру «уэвысы по справедливости. «Мы не возлагаем на человека «сверх его возможностей. «Когда вы произносите слово, «будьте справедливы, «даже если это касается родственника. «Будьте верны договору с Аллахом. «Это заповедал вам Аллах, «быть может, «вы помените назидание. «Таков мой прямой путь, «следуйте по нему «и не следуйте другими путями, «поскольку они собьют вас «с его пути. «Он заповедал вам это, «быть может, «вы устрашитесь». 40 код, аят 151, 152, 153. Абдулла ибн Аббазда будет доволен ими обоима, «Аллах говорит, «Это ясно изложенные аяты, «которые не являются отмененными «в каком-либо шариате «или какой-либо религии. «Эти аяты адресованы «ко всем сыновьям Адама «и являются матерью Писания, «то есть его происхождением «и основанием. «Кто соблюдает их, «т попадет в рай, «а кто откажется от них, «т будет брошен в ад». «Одним из благословений, «которые Аллах даровал «Своему пророку, «мир ему благословение Аллаха, «я влияется то, «что он совершил намаз «вместе со всеми пророками «посланниками в мечети Аль-Акса «и был в намазе имамом, «то есть стоящим впереди на молитве. «А также они встречали его «на небесах, говоря, «добро пожаловать «праведному пророку «и праведному брату». «А это было знаком того, «что имама по всей земле «перещал к пророку, «мир ему благословение Аллаха, «одновременно, «практическим применением «договора и завета, «который Всевышний Аллах «заключил с ними». «Аллах предчист, «Он сказал, «вот Аллах взял завет с пророков, «я одарю вас из писания и мудрости, «если же после этого «к вами явится посланник, «подверждающий истинность того, «что есть у вас, «то вы непременно уверите в него «и поможете ему». «Он сказал, «Согласны ли вы «и принимайте ли мы мой завет, «а не ответили мы согласны?» «Он сказал, «Будьте же свидетелями, «и я буду свидетельствовать вместе с вами». Сура семейства Имран, аят 81. Алибнаби Талиб и Абдуллах ибн Аббаз, «Да будет доволен ими обоими Аллах», сказали, «Аллах Всемогущий послал пророков, «и каждому из них был дан завет, «что когда появится пророк Мухаммед, «необходимо верить и следовать его пути, «поддерживая его. «А также был дан завет, «чтобы те люди, «которые будут жить во времена пророка Мухаммеда, «мир ему и благословение Аллаха, «чтобы они верили и следовали его учению «и поддерживали пророка». Четвертое. Значение мечети Аллахса помимо мечети Алл-Харам. Здесь в мечети Аллахса закончилось ночной путешествие пророка Мухаммеда, благословит его Аллах и приветствует, и началось его вознесение на высокие небеса, затем в Сидраты Мунтаха, то есть лотос крайного предела. Она является первой киблой для молящих мусульман и третьей святыней ислама после мечети Алл-Харам в Мекке и мечети пророков Медине. Это одна из трех мечет, к которым можно запрекать животных для совершения намаза и получения награды. Это вторая мечеть, которая была построена на земле. Сообщается, что Абудар рассказал следующее. Однажды я спросил у посланника Аллаха, какая мечеть была построена на земле первой. Он ответил, запретная мечеть, Аль-Масджиду-Харам. Я спросил, а после нее? Он ответил, отдаленнейшая мечеть, Аль-Масджиду-Акуса. Я спросил, а сколько лет прошло между построением одной и другой? Он ответил, сорок лет, после чего добавил, Где бы ни застало тебя время молитвы, совершай ее ибо в этом благо. Кроме того, намаз, совершенный в данной мечети, приравнивается к пятиста намазам, совершенным в другом месте, за исключением мечеты Ал-Харам и мечеты пророка. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, Намаз, совершенный в запретной мечети, приравнивается к ста тысячам намазов, совершенных в других местах. А один намаз в моей мечети лучше, чем тысяча намазов в другом месте. А один намаз в мечети Ал-Акса равен пятиста намазам, совершенным в другом месте на земле. Следовательно, мечета Ал-Акса является неотъемлемой частью исламских святын и занимает сильное место в сердцах общины Мухаммада, мир ему и благословения Аллаха. А ответственность за нее возложена на плечи всех мусульман. Нам надлежит не отказываться от нее или жалеть каких-либо усилий по поводу ее сохранения. Мы должны также привить нашим детьям этот смысл, чтобы будущие поколения не забывали о статусе и святости мечети Ал-Акса для всех мусульман. Вот что я хотел бы сказать. Я прошу Аллаха прощения и для меня, и для вас. Хвала Аллаху, Господу мира, в мир и благословение Господину всех людей, пророку Мухаммаду, его семье, сподвижникам и всем, кто последовал за ним вплоть до Судного дня. У Моих братьев в исламе. 1 апреля каждого года весь мир отмечает День Сироты. Однако учения нашей терпимой исламской религии предшествовали всем гуманитарным организациям в уходе за сиротами и реализации их прав. Аллах Всевышний говорит, Они спрашивают тебя о сиротах. Скажи, делать им добро? Хорошо. А если вы объедините свои дела, то ведом не ваши братья. Аллах отличает нечестивца от творящего добро. Если бы Аллах захотел, то поставил бы вас в затруднительное положение. Воистину Аллах могущественный, мудрый. Сура корова, аят 220. А кто глубоко размышляет над этим священным аятом, тот видит, что в короническом выражении употребляется слово «добро», объемлющее все, что нужно сироте. Так, сироте иногда понадобятся деньги. Тогда добро может воплощаться в благочестие и материальной помощи. Сирота может быть богатой, но нуждается в коррекции поведения и образовании. Тогда добро может воплощаться в форме заботы и воспитания. Сироте может понадобиться кто-то, чтобы последний торговал его деньгами или принимался за его сельскохозяйственные или промышленные дела. Тогда добро считается удовлетворение его потребностей. Может быть, ему не нужно ни то, ни другое, а нужны доброта, привязанность и чувство патернализма. Тогда добро может считаться обеспечением ему такой поддержки. Добро может воплощаться в виде исправительных мер, устранения недостатков и недочетов сироты и совершенствования у него этики и поведения. В этом всестороннем смысле заботы заключаются коранические аяты и пророческие хадисы, призывающие нас к содержанию сирот и уходу за их делами. Пророк Мир ему, благословение Аллаха, сказал, если кто заботится о сироте, который находится под его опекой, я и он будем в раю так же близки, как эти два палца. И он сомкнул средний и указательный палцей своей руки. Он, да благословит его Аллах и приветствует, так же сказал, на илющим домом мусульман является тот, в котором есть сирота, которому проявляют доброту. А худшим домом мусульман является тот, в котором есть сирота, к которому относятся плохо. Он, мере ему, благословение Аллаха, еще сказал, я и опекающий сироту будем в раю вот так же близки. И сказав это, он сделал знак указательным и средним палцами. О Аллах, сделай нас из числа тех, которые прислушиваются к словам и следуют наилучшим из них. Это те, которых Аллах наставил на прямой путь, они и есть обладающие разумом.